Дима, ты меня слышишь? Конечно. Привет, дорогой. А ты меня слышишь, Игорь? Да, очень хорошо. Ну, отлично. Ой, какая у тебя красивая там природа сзади. Ну, я старался. Подготовился, практически студию сделал. Фантастика, слушай. Емельчка, значит, так вот хорошо, ты видишь меня хорошо? Да, я тебя вижу хорошо. И я очень рад, что как-то мы с тобой вот таким образом теперь попробуем. За 30 лет вот такая у нас будет впервые беседа. За 30 с чем-то лет. Ну да, ну да. Ну, понимаешь, да. Ну, понимаете, что интересно? Мы же привыкли с тобой к совсем другой беседе, да? Ну да. И я тебе скажу честно, что этот тип беседы, в общем, многое изменилось, и пешком мы перестали ходить, а вот тип беседы, встречи, вот прикосновения, оно, в общем, такое же, как и, наверное, до нашей эры, правильно? Ну, наверное, не изменилось, да? Ну, наверное, это как-то не изменилось, да? Ощущение, да. Ну, не изменилось, то есть хочется непосредственно к человеку прикоснуться, хочется, да, это... Вормить хлеба. Да, абсолютно, да, испить, да, обсудить, вкусить, да, но вот это интересно, вот эта вот вещь, вот эта вещь, вот эта вещь, которая у всех в кармане, да, она, конечно же, очень сильно изменила вообще природу сознания нашего, конечно, изменила очень сильно. Почему я сказал природу именно? Потому что, в общем, я думаю, что это уже изменение на таком молекулярном уровне происходит сейчас с поколением, которое выросло с телефоном. Ну, просто не знаю, что можно какие-то факты не помнить и искать, но не более. Ну, видишь как, видишь как ты хорошо говоришь, вот я на самом деле уверен был, что я тебя подловлю вот этим, потому что ты это говоришь как человек, который воспитан и имеет стремление к познанию. И ты говоришь о том, что на самом деле этот девайс, он нужен для того, чтобы как-то легче достичь информации. Ну, да. Так вот, надо понимать, что, к сожалению, и это местные факты и научные факты. То есть, поколение, которое растет с этим телефоном вот прямо с рождения, а это, ну, наверное, поколение, которым там, ну, 15-20 лет уже, правильно, да? Ну, да. С рождения этот телефон. Это их лучший друг. Да, и вот тут замыкается этот круг. То есть, если нам важно обняться и нам важно как-то участвовать и вкусить вместе, то им, этому поколению сегодня, это не так важно. Ты думаешь? Ну, я знаю, это написано. Это не так важно. Почему, то есть, что, скажем так, этот коронавирус нам сегодня как-то показывает? А показывает, что можно и так. Вот ты говоришь, мы первый раз за столько лет, да, мы вот выходим вот таким вот образом. А кто сказал, что надо встречаться? Вот что, вот что, вот этот момент очень такой, который действительно может измениться. И кто сказал, что надо встречаться? А кто сказал, что надо вообще что-то вкушать? А кто это сказал? Надо, может быть, заказать нужную еду по интернету. Ее принесут. Употребление этой еды займет 5-7 минут, чтобы не отвлекаться от главных каких-то дел. И они пока никому не понятны, они пока не определены, да, эти главные дела. Это следующий вопрос. Но, может быть, это нормально все абсолютно. Исключение, исключение составляет отдельные отрасли медицины. И почему? Потому что все остальное можно решить вплоть до суда, можно решить в электронном формате. Я на эту тему сейчас читал чудесную книжку, кстати. Гномом. Я тебе советовал, кстати. Я не знаю, успел ты ее прочитать? Нет, я не успел прочитать ее. Это очень интересно. Ну, в общем, мы к чему это говорим? К тому, что мы не хотели с тобой говорить об эпидемии. Но мы говорим с тобой все-таки об изменении, ну, все-таки мы говорим об изменении, скажем так, подходов и паттернов поведения во многом, которое происходит. И происходит оно, Емель, знаешь, не только за счет вот этой эпидемии. Эта эпидемия просто подстегнула то, что, в общем, было на повестке дня. Потому что электронная медицина, если мы возвращаемся ко мне, электронная медицина и второе мнение телемедицины существует очень уже много лет. Эта эпидемия не так активно использует ее, да, это второе. Третье – это то, что, скажем так, людям неприятно ждать врача. И людям вот сидеть в очереди, ожидать врача, всегда это как-то долго и не хотят они. Поэтому вот, пожалуйста, никто ждать и не будет, да. Другое дело, что может быть электронная очередь, да, можно ждать, запишавшись непосредственно в электронном формате, но никто не знает. То есть это новые стороны жизни. Мы с тобой хотели ведь о другом говорить. Но невольно все-таки, да, невольно. Мы говорим о том, что если мы вот завершить это вступление, в кавычках, то понимаешь, о чем я подумал вчера? Я подумал вчера о том, что в медицине никогда не было такого, что все, вот, весь мир занимается одним делом. Весь мир занимается одним и тем же. То есть ситуация потребовала мобилизации таких базовых медицинских знаний, которые есть не у всех. Я имею в виду, мы просто, ну, врачи-специалисты, вот мои врачи-урологи. Они эти базовые знания имеют, но они их не применяли очень много лет. Понятно, о чем мы говорим, да? И эти базовые знания они не применяли, а сейчас они все во всем мире, это межпланетная история, применяют эти базовые знания. И с разным успехом мы понимаем, да? Ну, вот смотри, если мы можем говорить все-таки, что медицина не совсем наука, а все-таки это эмпирическое знание, где у тебя, в отличие от физики, где если ты один в один повторил эксперимент, то результат у тебя повторится. В медицине все-таки это не совсем так. Я правильно же это понимаю? Абсолютно. Ну, конечно. Соответственно, медицина все равно остается где-то немножко искусством, потому что у тебя остается, возможно, творчество, поиска и так далее. И в своей области медицины ты все-таки занимаешься творчеством. Ну, я совершенно с тобой согласен. Соответственно, и врачи, которые, там, скажем, да, там, уролог, которому пришлось сейчас лечить коронавирусных больниц, он будет, больных, он будет делать то, что, ну, там, дали протокол. Он знает, там, ну, базовые принципы, будет это делать. Ну, если... Я именно, я именно об этом, именно об этом... Которые этим занимаются, которые, там, заняты лечением инфекционных болезней, и у них есть в этом опыт, это их профиль, они сейчас могут создавать новые пути лечения, что-то придумывать и так далее. Ну, мы говорим о том, мы говорим, мы... Это верно, это верно, это верно, и это так, как у нас говорят, так да не так. Почему? Потому что сегодня мобилизация такая вот в мире произошла очень жесткая, такое слово, не медицинское, но тем не менее. А жесткость в том, что люди, специалисты, которые занимаются и занимались узкими специальностями, это урологи, гинекологи, проктологи, да, как хотите, офтальмологи, конечно, не представляют себе условно, как лечить этих больных. Потому что мы представляем себе прекрасно, что такое карантин, эпидемиологические мероприятия, да, как лечить инфекционные болезни, мы все это все знаем прекрасно во всем мире, врачи-специалисты это знают. Они это знают откуда? Из медицинского института, правильно? Из медицинского университета. Ну, потом они разошлись по специальностям, занимались там 20-30 лет своими специальностями, сейчас они лечат этих больных. И когда мы смотрим на это, мы понимаем, что это можно назвать, с одной стороны, единением специалистов, да, и так и нужно это делать. И такой посыл, посыл правильный. С другой стороны, мы понимаем, что на будущее, что, наверное, теперь нужно после медицинского вуза уделять особое внимание, вот, и иметь, наверное, курс. И это не неделя, да, и не месяц, а, может быть, 3-4 месяца в программе постдипломного образования, да, курс инфекционных болезней. То есть, если завтра будет эпидемия, там, условно, например, какая-то урологическая, то мы скажем, что нужно иметь образование врачу после института 3 месяца урологии. Если завтра эпидемия будет какая-то нейротоксическая, то мы будем говорить о том, что врачу после медицинского вуза нужно иметь дополнительное образование, неврологию. И это правильно. Почему? Получается, что у тебя надо увеличить средний продолжительность жизни врача лет до 200, и годам отнести, он у тебя будет готов. Вот это, вот это момент, вот это момент очень непростой. И вот, на самом деле, я, конечно, буду говорить с нашими руководителями именно о изменении постдипломного образования врачебного. Почему? Потому что врачи всегда были самые образованные люди в мире. Ну, мы это прекрасно знаем. Они были наделены, кроме знаний, скажем так, базовых, они были, а, люди, готовые постоянно обучаться. Это люди, которые, вот, самообучение, и им как раз, то, о чем мы с тобой начали говорить, им как раз это, вот, интернет, мобильный телефон помог. Если у них это внутри было заложено, я имею в виду стремление к самообразованию. И это люди, которые наделены еще, кроме этого образования, наделены еще и медицинскими знаниями. То есть это люди, которые всегда были, скажем так, частью общества, которая отвечала за жизнь человека. И сегодня вот эта пандемия показывает, что опять это вот врачи, они отвечают за состояние общества, за выход общества из этой ситуации. На каждом месте врачи-ученые делают вакцину, большинство из них сегодня. Врачи-клиницисты, или как называют их люди рядом, сидящие, стоящие, практики, они занимаются практическим применением лекарственных препаратов, тех, которые есть. Для этих больных врачи, которые изобретают какие-то новые методы лечения и оборудования, занимаются этим в рамках ковидных этих больных. То есть я говорю о том, что это интересный факт очень, что все занимаются одним и тем же. То есть сегодня мы приостановили, и это первый раз за всю историю медицины, мы приостановили помощь плановым больным. То есть сегодня ситуация, когда плановый пациент, который готовился к операции, готовился к какому-то лечению, да, он ждет во всем мире. Это беспрецедентный случай. Это очень интересный момент. То есть это абсолютно из этого, из этого кто-то должен будет делать определенные выводы. И это очень важно. Выводы, которые позволят в дальнейшем, вот то, о чем мы с тобой говорим, изменить и еще в дальнейшем усовершенствовать медицинское образование, которое нуждается в улучшении и нуждалось без всякой эпидемии. Дим, ну вот смотри, это я понял. Но тема, которую я сегодня пытаюсь у тебя склонить, и то, что меня значительно больше волнует. Ну понятно, изменится, что-то изменится. Большинство вернется на круги своя, потому что люди вообще не меняются. Я, знаешь, мне когда кто-то рассказывает, что сейчас мир поменяется, все, я всегда думаю, если после Холокоста и Второй мировой войны ни хрена не поменялось, то уже какая эпидемия, нах, может что-то поменять. Но мы с тобой об этом говорили, помнишь, конечно. Да, ну не считая там, если только не вымрет человечество, оно уже, понятно, не вымрет. Ну там, сейчас будет тяжело, потом вернется. Но я хочу поговорить о творчестве. Вот вчера, совершенно случайно, я заехал к нашему общему другу, вот вдруг обнаружил там его, тебя и прекрасную Марину Грановскую. И вот я вижу, что практикующий врач, ученый-фармаколог и ученый-молекулярный биолог сидят, и, собственно говоря, у вас там были какие-то формулы, были доски чем-то расписаны. То есть вы занимались каким-то творчеством научным. Вот. Об этом я хочу поговорить, что творчество все не останавливается. И вы же не сидели с идеей, как лечить срочно, как мы сейчас вылечим ковид? Наверное. Я не знаю, о чем вы говорили, прервав вашу высоконаучную беседу. Вот про это. Вот скажи. Я готов. Ну, во-первых, я скажу сразу, что вчера мы сидели и говорили абсолютно о том, как лечить ковид. Только об этом. И это творчество. Почему? Потому что вот ты говоришь о творчестве. Я, на самом деле, с большим удовольствием. Почему? Потому что творчество в медицине не останавливается и не остановится, и не должно останавливаться. Тем более, когда вот такой вызов. И, конечно, все те, кто... У нас больница вся закрыта на... Как сейчас говорят, закрыта и переведена на ковидных пациентов. И это, условно, та ситуация, когда мы... С моей стороны, мы имеем 800 больных с вирусами. Я почему говорю с вирусами? Их может быть много различных. Об этом отдельный разговор, а не сегодня. И у меня они есть, эти пациенты, это клинический материал. И мне, как специалисту, который занимается наукой, кроме практикой только, конечно, хочется поделиться с людьми, которые занимаются базовой наукой. Это не мы, это не клиницисты. А это вот профессора, с которыми ты меня видел вчера. Да, да, поделиться клиническим материалом и, конечно, начать творческий процесс поиска новых методов лечения. Конечно. Творчество не останавливается. И творчество, которое нас всех привлекает, не наше профессиональное творчество, архитектурное творчество, творчество и дизайнерское искусство, оно вечно, и оно продолжается. И, конечно, оно продолжается. И мы увидим это вот-вот, я думаю, продолжается в эту эпоху. Причем оно продолжается не обязательно, вот так вот, как мы с тобой общаемся, да, на экране компьютера. Оно продолжается, я уверен, у кого-то в мастерской. Я знаю, что многие мои, и твои, кстати, минуточку, близкие друзья и приятели были в больнице уже, потому что они болели, известные художники и деятели искусства. И, конечно, они, скажем так, как люди творческие и талантливые, придут к чему-то. И это вот, это что-то мы увидим, и творчество продолжается. Вопрос другой. Вопрос... Вот эта пандемия, она вообще стимулирует к творчеству? Или люди вообще, которые занимались творчеством, думают, боже мой, чем я занимался, зачем все это нужно? Было. Вот это интересный вопрос. Вот тебе. Фактический пример. Собственно, во время карантина Александр Сергеевич Пушкин провел в Болдино там. Это известно. Это везде, да, это везде. Это книжка. Да, ну и чума, дюма, и все это с пола слетело. Но только потому, я считаю, что люди раньше не читали больше ничего. И сейчас как-то думаю, ой, действительно, надо прочесть. Только из-за этого. Но, понимаете, дело в том, что глубинная история всего этого, и то, что меня интересует, все-таки, чтобы у человечества, у планеты осталось желание, желание какое-то, оно же уменьшается с годами, к сожалению. Желание творить. Вот это желание, это необходимость. Она, скажем так, после войны Второй мировой, она расцвела. Да, мы же прекрасно это помним, да, конец 50-х годов, 60-е, 70-е, 80-е годы. Какие они были, какие они были, скажем так. Креативно наполненные. Креативно наполненные и продуктивные. Нет, обновленные в том плане, что новые очень были тенденции в искусстве, было очень интересно. Сегодня все пишут, писали, вот последние, там, 15-20 лет, что все, нового в искусстве мало. Да, ты об этом говорил, галерея «Триумф» это заявляла, что нам трудно находить. Мы находили, находим новые имена, и вы находите новые имена всегда, многие годы мы наслаждаемся у вас в галерее, смотрим на них. Вот, тем не менее, новаторов, новаторов немного. Ну, что сейчас новаторы все эти, что они будут как-то обращаться к теме, вот, пандемии, к теме вируса, к теме, как ты сидел на карантине, к теме закрытости, к теме... То есть, опять же, это все рассчитано на талант. Поэтому я считаю, если мы говорим о творчестве, я считаю, что талантливые люди, конечно, никуда не денутся. Станет их больше или меньше, не мне судить, это, скажем так... Константа какая-то, конечно, процесс, который, да, абсолютно, и опять же, это все очень субъективно. И, конечно, какие-то будут новые развороты в искусстве. Но я скажу тебе честно, что мне вот очень интересно и спросить тебя и себя вот эти цифры, когда мы видим, что там миллион человек послушало концерт онлайн, там, условно, из театра, там, Ласкала или из Большого театра или откуда-то. Вот эти цифры, они же реальные цифры, правильно? Ну, наверное. Да? То есть, они говорят нам о том, что люди в большинстве своем обращаются... Не в большинстве своем, а огромных из людей обращаются вот к этому формату, с позволения сказать, формату именно онлайн-концертов и так далее. То есть, это во многом стало возможным, потому что пойти на концерт, там, условно, куда-то, было просто невозможно, потому что очень дорогие билеты, с одной стороны, с другой стороны, они не всегда есть. И, наконец, мы говорим о том, что какие-то концерты где-то далеко за рубежом, нужно было туда ехать, и можно сегодня их послушать дома. Ну, это, наверное, при наличии техники, хорошего компьютера, хорошего интернета, да, это, наверное, какой-то большой плюс. Я думаю, что это временное явление, потому что уже было и до истории с пандемией прекрасно трансляции платные в кинотеатрах, с оборудованной хорошим звуком, вот, из Metropolitan Opera, и я посещал это, и, конечно, это клево, но одно дело, когда я... Это несколько, знаешь, уровней постижения. Ты сидишь в театре, ты слышишь живой оркестр, живые голоса, это ничего заменить не может. Потом, да, специально сделанная режиссером съемки, роскошная съемка, которую ты смотришь в зале, где установлен самый дорогой звук на громадном экране, и ты чуть-чуть себя все равно обманываешь, но уровень этого обмана в себя невысок, и ты получаешь удовольствие. Когда я слушаю какой-то концерт онлайн, в компьютере, я очень рад, и это большое удовольствие, если у меня нет другой возможности его послушать. Это важно. Но живого общения что-то не заменит, потому что все равно мембрана динамика не издаст звук струны, натянутый на еловую дощечку, выпиленную великим Страдивари, и все равно пакеты битов не заменят того вот этих нейроимпульсов, которые идут от мозга гения до руки гения и в его состоянии, потому что ну как-то это всегда есть условность. Это во всем, наверное, хорошо, что появился новый формат, и у людей, да, возникло больше интереса к этому. Что раньше вообще эти люди, может быть, не ходили на концерты и не смотрели, теперь будут. И да, наверное, если ты далеко, в далекой провинции сидишь, или в экспедиции ищешь нефть среди бразильских джунглей, и вдруг ты можешь открыть компьютер и через там спутник в интернет оказаться свидетелем спектакля, концерта, лекции и так далее. Но все равно вот это и там посмотреть на картину в музее, как ты и сейчас, прекрасная есть программа, например, Google Arts and Culture, где ты можешь фантастической точностью, четкостью увеличить до любого размера, посмотреть большинство мировых шедевров из музеев. И это очень полезно, потому что ни в одном музее ты так не посмотришь работу, потому что тебе просто подойти так близко не дадут. Но это все вторично, то есть это как бы инструмент к дополнительному узнаванию того, что есть на самом деле. И да, хорошо, что сейчас люди подготовятся, они вот походят сейчас по виртуальным выставкам, послушают виртуальные концерты и так далее, а дальше они пойдут в настоящий театр, в настоящем музее, и без этого работать не будет. Потому что, извини, что я многословен, ты просто затронул для меня такую важную вещь. Нет, ты не многословен, Эмель, ты не многословен совсем. Просто я говорил именно об этом. Вот, например, любимый всеми нами художник Ротко. Вот его работы ты можешь открыть на Google Arts and Culture. С любой точностью ее рассмотреть, и ничего не будет. Чтобы понять, что я не могу подойти к этой картине, встать сначала в трех метрах от нее, а потом подойти к ней, чтобы оказаться на расстоянии 10-15 сантиметров, ощутить вот эту вибрацию красок, которую он как-то придумал, как сделать, и понять, в чем гениальность. И тут тебе компьютер ни хрена не поможет. Он, может быть, поможет подготовиться, узнать, где висит, как к ней быстро пройти, минуя другие залы музея, но не более чем. Я согласен с каждым словом, а мой пример был похожий, но он про меня. Я купил курс, такой курс получасовой по Тейт-музею лондонскому, и полчаса у меня было между операциями, как только это началось. Я получил рекламу этого курса, и такой курс-тур, там 5-7 минут был разговор, и меня провели по Тейту за полчаса, я посмотрел. И ты понимаешь, какая ситуация? Я бы скажу честно, я, в общем, второй раз это не сделаю. То есть я скажу тебе честно, что, конечно, вот, и потом я подумал о том, что, может быть, люди вокруг меня подумают, что, да нет, это прекрасно. То есть мы говорим о том, что, если эта пандемия закончится, то, конечно, все это очень быстро вернется, и люди будут придерживаться традиции пойти в музей. Но если эта пандемия не закончится, а такой шанс есть, Ну, тогда это очень полезный курс для марозеров, когда они вот эти пандемии... Тогда, да, тогда, тогда, в общем, этот музей, он для нас многие годы впереди будет виртуальным, потому что я все-таки надеюсь не навсегда, потому что найдем мы лекарства от всего. Вот этот момент очень интересный, поэтому здесь вот две вещи, они идут непараллельно, они пересекаются. Это творчество, желание познавать. И, в общем, мы прекрасно понимаем, что в 99% случаев творчество – это для себя. Человек, который хочет творить, независимо от того, что вокруг, он будет творить, и будет этим заниматься. Но это, Эмельчика, этих людей всегда было ничтожно мало, это подавляющее меньшинство. Учитывая, что искусство проникло и сегодня занимает умы многих людей, и в 90% случаев это случайность, они просто как бы к этому обратились, но никакой приверженности внутренней, такой, знаете, вот генетической впитной смысломатии не имеют, а просто они подумали, ой, искусство – это хорошо, ты знаешь очень много этих людей, да, и галереи трюс не работают. Вот эти люди быстро очень откажутся от вообще искусства как понятия, абсолютно. Почему? Потому что оно по сравнению с просто существованием человека как особи, да, оно, конечно, рядом не стоит. Вот это самая большая опасность. Димуль, я не понимаю, наоборот, потому что, особенно если ты говоришь, что вот все удаленно, большое количество свободного времени, четвертая технологическая революция, как ее называют, то если ты погружен в искусство, просто ты делаешь возможность своей жизни быть немножко интереснее, чем обычно. Ну, это так, да, но это на другом. Я говорил о том, что очень много людей, которые случайно, случайных людей в музее очень много. И вот в вашем галереи, может быть, их немного, потому что она находится таким образом, что нужно, знаете, идти, пойти, там, повернуть и все-все-все. А в музеях очень много людей, которые просто приходят в музей, вот, приобщиться. Этих людей станет меньше. Хотя было очень приятно, что все люди как-то шли и, знаешь, вот это культурно-массовые мероприятия, терпеть не могу это слово, но тем не менее, поэтому творчество, имел, творчество, как таковое, оно останется для тех, для кого должно было остаться. Сейчас медицина стала для всех, да, любой может быть врачом, что это полный абсурд. Вот, любой человек, который не может даже, знаешь, сложить там цифры, да, и... Сейчас ничего не политкорректного, я тебя умоляю. Да, да ничего, что это, абсолютно. А тут ничего не может быть не политкорректного, абсолютно, по той простой причине, что человек, который учился там еле-еле, он почему-то решает, что он может стать врачом, идет в мединстуд, да, и больше ничего. Этого, я думаю, будет меньше, да, потому что вот сегодня все смеялись на декляторе Гиппократа, да, а она, вот она, она здесь, над ней смеяться не надо. То есть это интересный момент, все может встать на свои места. И если встать на свои места, то, конечно, людей, посещающих виртуально музей, так же, как и физически, их, они как-то отфильтруются, я думаю, что я считаю прекрасно, потому что сегодня... Почему хочется говорить нам с тобой, мне с тобой, да, потому что я прекрасно знаю, что ты наделен такими знаниями в искусстве, в искусстве, именно в искусстве, которые не просто, ну, и во всем остальном тоже, но мы говорим сейчас про искусство и творчество, что я могу у тебя очень много чего узнать, но, к сожалению, вокруг тебя очень много людей, которые говорят об искусстве, ничего там не понимая, да, их очень много. Но они не понимают, потом учатся. У меня вокруг людей, которые на медицине ничего не понимают и принимают решения в медицине, ничего не понимая. То же самое, как у тебя, люди принимают решения в искусстве, ничего не понимают. Вот этот момент, мне кажется, во время пандемии будет необходимо понять, что компетентные люди, они нужнее всего. Что назначение должно быть прежде всего связано с а, компетентностью, б, способностью человека что-то решить. Вот этот момент очень важный. Поэтому для меня творчество – это вот это, прежде всего. Это умный вирус, который убьет преданных и оставит компетентных. Понимаешь, о чем речь? Ну вот смотри, дело в том, что компетентность, она, вот и творчество, вообще творчество стало, знаете, вот эта вот ужасная фраза. Ну как он? Он творческий человек. Это сегодня клеймо. Это плохо. Творчество. Он творческий. Я что такое знаю? Он неспособный, значит. Творческий человек. Творческий, ну да-да-да-да. Выполнять приказы, да? Да, творческий, ну да-да-да-да. Поэтому пандемия, пандемия слэш очищение какое-то, я абсолютно считаю, что, ну, потом надо понимать, что мы окунулись в какое-то, понимаете, ну, я, например, согласен полностью с нашим руководством страны, которая говорит, ну, надо фильтровать просто текст. Ну, что идет из интернета? Ну, если человек обычный, не врач и малообразованный человек, да, читает, нормальный человек, который, да, читает интернет, это вообще непонятно, как он живет при коронавирусе. Потому что сегодня кто-то заявляет, что уже все, уже конец. Другие заявляют, что надо ехать на другую планету. Третьи заявляют, что мы будем теперь... Другие заявляют. Одну секундочку, вот ты, например, хочешь получить знания про новый, там, способ имплантирования резца. Да, да, да. Понимаешь? Ты, ну, в этот момент, что ты сделаешь? Ты, наверное, позвонишь и послушаешь, если это интересно вдруг стало, доктора Никитина. А точно не позвонишь Марьяне Петровне Куликовой, директору вещевого рынка в Бутово. Потому что она может иметь свое мнение на эту тему, просто оно никому не интересно. Так и здесь. Поэтому зачем фильтровать? Потому что любая возможность фильтрации, она дает возможность фильтровать что угодно. Дело в том, что я говорю, одну секундочку, ты говоришь о том, что это совсем разные вещи. Я говорю о заявлениях по телевидению. Я говорю о заявлениях во всем мире, во всем мире, это не в России. По телевидению, о заявлениях каких-то, понимаете, людей, власть придержащих, да. Вот если мы говорим, например, про Европу и коронавирус, да, то заявления, которые прямо противопоставляют друг друга утром и вечером, ну, их половина, их 50%. Ну, так сказать, утром, 50% вечером, плюс на месяц, плюс на месяц. Поэтому, мать, то же самое в Америке. То есть, я говорю тому, что, конечно, вот эта вот фраза, она ужасная, но она отражает, она говорит, мир был готов к пандемии. Ну, я не думаю, что сегодня мир, вообще, вот страны, которые развивались и назначали вообще, вот на самом деле, это интересный факт очень для тебя, как для человека, который занимается и социальными, и социальными науками тоже действительно очень глубоко и развитием общества и обществ. Сегодня, вот, урологические конференции, например, урологические конференции в России, они проходят каждый день. То есть, надо понять, конгрессы, это не конференции, там, 2-3 человека, как у нас с тобой сейчас, а конференции, которые собирают, там, от 50 до 500 человек, они проходят каждый день в разных городах, в разных областях нашей страны. То же самое и конференции во Франции, в Италии, в Германии, не только медицинские, какие ходить, они проходят 10 раз в день. Вот, и многие очень люди превращались абсолютно в людей, которые были серьезно вовлечены в пустоту. Вот вовлечение в пустоту отвлекает профессионалов. Что касается творчества, то это совсем другое. Вот, нам невозможно понять. Вот ты, например, относишься к мнению, условно, Марии Петровны Куликовой, я не знаю, это вымышленный персонаж, если ты ее знаешь. Да, слава богу, если будет вымышленный. Значит, да, и я так говорю о том, что мы не можем оценить творчество. Творчество – это процесс, который нескончаемый. И творчество – это абсолютно, мне кажется, не зависит от пандемии. Просто останется, останутся те, которые действительно не могут без этого жить. Они нам и нужны. Димоль, вот давай мы сейчас вернемся. В нашей беседе прозвучала одна фраза, очень меня тронувшая и заинтересовающая. Ты сказал, будет таблетка от всего. Что это значит? Ну, это значит, что мир очень хочет эту таблетку. Это вот, ну, таблетка от всего – это, ну, прежде всего, они уже и таблетки эти есть. Есть. Есть, да, условно, ну, вот тот же парацетамол, да, я не рекламирую никаких препаратов, да, естественно, да, тот же аспирин, да, и эта таблетка от всего. То есть, скажем так, от чего-то он помогает, да, от каких-то симптомов. То есть, учитывая, что эти таблетки очень старые, изобретенные много лет назад, то сейчас, после вот того, что произошло, внимание на науку, конечно, будет особое во всех странах мира. Это понятно. Я даже не сомневаюсь в этом. Можно? И, конечно, ученые… Вопрос один, прости. Пожалуйста. Я просто чуть-чуть хочу сузить вопрос. Смотри. Можем ли мы, значит, рассчитывать на простую вещь, что люди что-то осознают в качестве медицинской угрозы человечеству и будет переформатирована система медицинского образования, медицинской науки, а главное – перераспределение денег в область государственных расходов в этой области? Ну, это совсем из другого. Ну, из другого. Ну, мы надеемся на это, да. Но если ты начал говорить про таблетку, то… Нужны же деньги, чтобы изобрести такую таблетку. Ну, естественно, ну, конечно. То есть поколение лекарств новых, оно вот, это будет вот, оно уже есть, оно будет вот сейчас. Просто раньше, там год-два-три назад, все внимание было уделено онкологии. Потому что, по большому счету, все остальные вопросы были решены. Но мы должны помнить, например, что 3000 человек в день, в день умирает от туберкулеза на планете. Да? 3000 человек в день – это много. Очень. Но они умирают, потому что не получают лечения? Ну, много всего. Туберкулеза, вот это тяжелое заболевание, которое проходит очень долго и приводит зачастую к… Да, но они многие не получают лечения, конечно, да. Ну, и потом… Кажется, уже есть туберкулеза. Очень много районов бедноты до сих пор. То есть мы просто говорим про статистику, да? Поэтому, но внимание, тем не менее, было направлено в основном на онкологию, да? И внимание было направлено на новое какое-то оборудование в медицине, что абсолютно верно и никто не спорит. Сегодня внимание еще ко всему прочему будет направлено еще и на лечение вот таких вот вирусных слэш инфекционных заболеваний. Но, конечно, говоря вот о этой таблетке какой-то, о которой ты говоришь, я-то думаю о таблетке профилактической, да? И в основном сегодня это вакцинация. Потому что без вакцинации мы прекрасно понимаем, что мы мир бы потеряли. Поэтому вакцинация – это та магическая таблетка, если ты хочешь. Понимаешь, о чем я говорю, да? Да, поэтому, конечно, она будет изобретена, надеюсь. Не знаю, надеюсь. Об этом тоже вчера говорили. И что касается мира, то я с тобой что-то согласен. Мы с тобой об этом говорили несколько дней назад по телефону. Я не думаю, что мир изменится. Я думаю, что человечество хочет меняться. Потому что вот после войны, после Второй мировой, эти так называемые baby boomers, к которым мы относимся с тобой тоже. Это мы послевоенные. До 80-го года мы хотим сказать, что примерно мир очнулся после Второй мировой войны буквально 20-25 лет назад. Почему? Потому что сознание должно было поменяться, поколение должно было поменяться. Это произошло недавно. И вот эти baby boomers, рожденные с 50-го по 75-й по 80-й год, они болеют по-другому. У них больше онкологических заболеваний. Они принесли вот этот вот диабет второго типа, который везде практически, да? И сегодня это болезнь совершенно у каждого там третьего, четвертого на планете. И, конечно, эти люди, мы должны иметь особый иммунитет. Потому что мы прекрасно осознали сегодня, что вообще было передвижение самолетов, да? Что вообще сегодня вот вернуться к той диспетчерской работе, которая была, да? Работе диспетчеров. Это тоже отдельная совершенно история, да? И каждый будет этим заниматься. Она во многом автоматическая, казалось бы, но тем не менее она человекововлеченная. Поэтому мы говорим это к тому, что, конечно, человеку нужна таблетка, но мое мнение, что это будет таблетка профилактическая. И таких примеров тоже много, потому что то увлечение витаминами, гигантскими дозами витаминов, количеством витаминов, оно, это отчасти та таблетка. Поэтому это все будет абсолютно не мельчика, конечно. Другое дело, что будет ли это от всего? Вот это, я думаю, нет. Это же интересно. Ну, это, да, это тоже творчество, Эмиль. Творчество все, создание всего нового творчества. Создание всего нового творчества и творческий человек, для меня всегда это звучало с огромным плюсом. Для меня, если человек творческий, то совершенно с ним можно как-то говорить и можно найти какие-то общие сферы применения, потому что он немножечко понимает больше. Но вот творческому человеку, конечно, очень важно вот потрогать. Я вот потрогать тебя, видишь, никак не могу, да, на этом экране. Да, а вот я, в общем, сегодня общаюсь со студентами, правильно, со студентами, и мы преподаем дистанционно. То есть я вот так вот сижу, как с тобой, и читаю лекцию. Вот в программе, где мы с тобой находимся, можно и зайти в слайды, и показать слайды. И я смотрю, у нас там 25-30 студентов каждый раз присутствуют по программе, да, могут они отойти, то есть они могут и не присутствовать, они могут отключиться, да. И вот это отключение, когда, знаете, вот человека нет на занятии, а где вот этот, где Петров? А Петрова нету. А, ну, видишь, когда Петрова поставили, помнишь, НБ, да, называется, НБ, да, не был, да, не был, не присутствовал. Вот сегодня, например, в электронном виде мне поставить НБ очень трудно, то есть качество должно не пострадать, и творчество должно не пострадать как таковое. Качество творчества – это трудно сказать, это неправильно, да, а вот качество всего остального должно не пострадать. Да, и если обратить внимание на то, как шло человечество и как жил каждый человек, то очень многие люди, конечно, люди, люди что-то, наверное, пересмотрят, но я с тобой согласен, мы говорили, не кардинально, потому что человечество не хочет отказываться от вот этого вот состояния послевоенного, когда мы празднуем, постоянный праздник какой-то идет, праздник каждого дня. Так вот, оказывается, праздник каждого дня, за который многих очень ругали, и особенно наших людей ругали, да, российских, за праздник каждого дня, наверное, видите как, если завтра-то все закончится, наверное, этот праздник был оправдан. Очень много придумать можно сегодня и оправдать что-то, очень интересно, оправдать как и наличие чего-то, так и отсутствие чего-то. Вот здесь очень тонкая линия, и мне бы хотелось, чтобы люди ответственно очень относились к этому. И это, конечно, будет нелегко. Скажи мне, а вот вообще, вот творчество, если мы говорим о творчестве, ну, в твоей профессии, вот оно же как-то происходит, вот ты лечишь людей, дальше приходит идея, дальше ты как-то задумываешь что-то. Вот как происходит акт творчества у академика медицины? Ах, ну это как раз, это как раз лёгкий вопрос. Ну вот, я понимаю, просто я это объясню, вот я понимаю, как художник, ну вот, ему пришла идея, и дальше он думает, как он к ней подойдёт, какие материалы использовать будет, картина, скульптура, какими красками, какими приёмами, как он говорит. Ну, и дальше приходит это произведение искусству, которое там, ну, или удачно, или неудачно, ну вот, это от начала до конца, то есть, идея, и вот получилась скульптура. Как в медицине это происходит? В медицине это происходит совсем по-другому. Ну вот. В медицине, да, конечно, дело в том, что в медицине это строго аранжировано. Вот мы клиницисты, учёные клиницисты, у нас два типа исследований. Первое исследование, мы набираем материал, мы лечим, 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 да, ну, в моём случае, это хирургическое лечение, да, сначала мы ему научились, да, овладели полностью, то есть, лечим, а не колечим, да, лечим, 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 и потом ретроспективно исследуем результаты этого лечения и делаем какие-то выводы. Это творчество. Второй вид творчества, это когда мы непосредственно делаем исследования у двух групп больных, разные применяем методы лечения, и потом сравниваем их. Это другое творчество. Так появляются новые методы лечения, новые методы. То же самое с таблетками, то же самое с лабораторными предклиническими исследованиями. И это, скажем так, это творчеством назвать можно, но это правильно назвать наукой. А вот озарение происходит, ну, вот когда ты лечишь, лечишь больных, и вдруг ты просыпаешься утром и понимаешь, ёлки-палки, вот я должен, вот это надо, оказывается, делать, и вот будет. Вот озарение, ну, такое бывает? У меня, Эмили, озарение в жизни никогда не было, я его жду. Я его жду. Я его жду, вот оно, наверное, вот-вот должно прийти. У меня никогда не было озарения. У меня, моё отличие в том, что у меня есть, я должен об этом сказать обязательно, отвечая на этот вопрос, у меня есть мои сотрудники, ты многих знаешь. Это очень талантливые люди, способные, которые, видимо, тоже ждут озарения, так же, как и я, но пока они должны обеспечить каждый день. И мы делаем примерно 30-35-40 операций в день. Я не один даже. Каждый день, да, их нужно сделать. Сделать, вот такое слово, какое-то опять, знаешь, ужасное, да, их нужно сделать, это значит, нужно обеспечить, чтобы всё было от А до Я, чтобы эта операция была выполнена в том виде, и в том качестве, в котором это необходимо. И это вот каждодневное творчество. Можно ли сказать, что все операции разные? Абсолютно. Вот отличие, с одной стороны, и схожесть с искусством в медицине, в хирургии особенно, что, казалось бы, ты делаешь одинаковую операцию, а операция разная у каждого. И это вот очень непросто. Поэтому озарение у меня, мини- или микро-озарение, оно приходит в момент, в ходе операции. Ты был именно на операции много раз, и ты прекрасно понимаешь, что вот в ходе операции, когда ты непосредственно занимаешься оказанием помощи больному, делая хирургическое вмешательство, там озарение нужно. Другое дело, что мы его не воспринимаем как озарение, мы его воспринимаем просто как успешно выполненную операцию. И это естественно так. Но это творчество, конечно, но просто я не хочу называть это творчеством, иметь. Потому что наука медицинская, она, как и любая наука, бесконечна. И отвечая на тот вопрос в отношении магической таблетки, да все ее ждут, не только обычные люди, да и ученые тоже хотят. Каждый ученый хочет, вот молекулярщик, такой как Марина, да, или Петя, наш друг, все хотят создать какое-то уникальное лекарство. И скрывать это не нужно, это так и должно быть. Получится это или не получится, не знаю. А вот к этому должно прийти озарение. Понятно. Скажи мне, но все-таки вот сейчас, смотри, какой-то период, я думаю, что на самом деле не очень большой, но год-полтора там будут вот такие пертурбации, потом все успокоится. А ты думаешь, а увеличилась вероятность, что теперь следующая волна, ну там теперь это какой-нибудь там, я не знаю, верблюды из Саудовской Аравии прилетит. Или это такое реально, ну там раз там сто лет, ну какое-то редко повторяешься опасное событие. Ну, во-первых, ты просил, чтобы я был политкорректным. И откуда прийти верблюд? Откуда прийти верблюд? Откуда прийти верблюд? Я не знаю. Но дело в том, что и верблюда мы не ждем, какого-то такого, да, зараженного. Но то, что вирусы будут и будут они всегда в нашей жизни, но они будут всегда в нашей жизни. Да, конечно, это так. Конечно, это так. Теперь ясно, что никто от этого не застрахован. И вот, скажем так, как сейчас модно говорить, дорожная карта, как идти к тому, чтобы обезопасить себя. И каждая страна выберет свой путь. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Я к чему говорю? Что окей, сейчас так или иначе переживем, но, например, раз в 10 лет закрытие на трехмесячный полугодовой карантин просто никакая экономика ни одного мира не выдержит. Понимаешь? Поэтому это вот один раз там сделали. А шведы, кстати, не сделали. И статистика, как у всех, надо заметить. Ну, да. На самом деле это вот как раз вопрос такой большой научной дискуссии. Карантин. Придуманные вот эти вот 40-дневка. Карантин. Когда она была придумана и для кого? Почему использовали ее? На 40 лет была придумана просто. на самом деле. Ну, карантин. Карантин. Карантин, да. Ты не водил, помнишь? Евреи. Ну, конечно. Здравствуйте. Ну, конечно. Дело в том, что просто вот эта каранта, вот почему мы используем именно вот две недели, почему пять дней? Это сложный вопрос. Почему? Потому что у нас ведь в стране очень сильные вирусологи, да, военные, очень сильные. И эпидемиологи очень сильные. И посмотрите, что получилось. Мы сегодня пока что ни одного лекарства, ни одного лекарства, которое непосредственно патогенетическое лекарство, которое непосредственно вот действует на данный конкретный вирус, мы не имеем. Это 21 век. Это масса ученых, молекулярщиков, которые великие, которые с Нобелевской премией, не имеем лекарства. То есть, интересный момент. Онкология, вам многие онкологические заболевания сегодня, ну, они лечатся просто за месяц. наше заболевание, урологические, онкологические, ты прекрасно знаешь, многие вообще вопросы решены. Да, только ранняя диагностика важна, и больше ничего. Вот этот момент, конечно, не может не как-то поражать. Поэтому, конечно, ты говоришь, там, условно, мы очнемся, там, через полгода, год. Не знаю. Никто не знает. Никто не знает вообще, что такое экономика, и вообще, скажем так, вот экономисты, ну, экономисты будут думать сами о развитии. Просто развитие, конечно, изменится. Я имею в виду, развитие общества изменится. Человек, я не думаю, что я с тобой согласен, но развитие общества, конечно, оно, если оно не изменится, оно опять поставит себя под какой-то риск очень большой, подвергнет себя риску, если не будет изменения траектория движения. Траектория. Вот как его изменить? Я не знаю. Надо думать. Я не знаю. Но мы будем думать об этом все. Ну, хотелось бы, конечно. Жить в мире, который станет хоть чуть-чуть лучше. Согласен с тобой. Ну, лучше или не лучше, неизвестно. Просто все это сегодня как-то применяется во многих странах мира. Вот так же про Швецию. Там применяется какой-то естественный отбор. А я вообще не знаю, может ли он сегодня применяться и как. И там условно мы представляем сегодня, что будет коронавирус полноценный проет в Африку, например. если сегодня мы говорим там о аппаратах для искусственной вентиляции легких, да, то где они там в Африке и вообще кто их там вентилирует. И это же гигантский континент. То есть мы говорим о том, что конечно и географически и геополитически все это меняется, да, и мы помним условно, что в нашем Красноярском крае, например, Красноярский край, ну, например. Очаг Сибирской язвы. Ну, например, Красноярский край. Нет, он природный очаг чего угодно, просто там живет сколько там, 3 миллиона человек, да? Ну, да, немного. Да. А территория как 10 германий, помню, да, или сколько там? Ну, так, примерно, да. Там есть место для социального дистанцирования. Поэтому, да, абсолютно, тут это, поэтому говорить о том, как это будет происходить, и как вообще мы будем развиваться, сложный вопрос очень, потому что развитие, развитие, которое было последние 30 лет, оно ведь привело к очень большим достижениям, с одной стороны. Несомненно. и с другой стороны, оно очень многие вещи, мы многие вещи утратили, да, но вот то, что мы утратили, если положить на весы, что мы утратили, и сравнить с тем, что мы приобрели, вопрос сложный, вопрос сложный, очень индивидуальный, и кто будет вообще об этом говорить, и вообще куда мне, я занимаюсь кулинарией чуть-чуть, ты знаешь, на кухне, и вот у нас такой чат есть, поварской, и мне люди говорят, это, а кому же нужны будут вот теперь вот эти вот мишненские рестораны, да, я говорю, мне кажется, они будут еще больше нужны, если можно, иногда, но если можно, будет выйти в них, то есть я не знаю, после этой эпидемии, люди, просто люди, сами, они будут избегать, они будут избегать скопления сами, по себе. Ну, я думаю, что страх быстро улетучивается, это как с Испанкой было, были же и карантины, и все. Ну, вот ждем Китая, ждем, ждем, что будет дальше, если будет вторая, третья волна, страх не улетучится никуда, если будет, это сложный вопрос. Главное, чтобы бомбардировки сейчас в Китае не было, так тебе скажу. Тоже важно, да, тоже важно, поэтому, нет, все это, конечно, очень интересно, творчество вечное, имели, жизнь коротка, искусство вечное, вот это прекрасно знаешь, это первое. Второй вывод, да, второй вывод, жили сам, умей жить другим, дай жить другим, правильно, да, это третий, третий вывод, самый главный, лучше сумма потерять, чем с дураком найти, вот это все остается, мне кажется, незыблемо, понимаешь, абсолютно независимо от эпидемии, да, и, и конечно, конечно, надо понимать, и ты это понимаешь, как никто, все, что мы прочли, все, что мы написали, все, что мы увидели в фантастических фильмах, это все сбывается и сбылось, посмотри, то есть, все, что придумывает человеческий мозг, в самой страшной своей фантазии, экстремальной, и над чем мы все смеемся и думаем, ой, он писатель-фантаст, вот писателей-фантастов теперь, уже, видимо, нет, они все эти писатели, они фантасты, они это все реальные, это все абсолютно реальные истории, почему? Все, что придумывает человек, когда-то, потом, абсолютно сбывается, и вся вот эта вот история, то есть, почему? Потому что так устроена цивилизация, поэтому, конечно, будет магическая таблетка, и, конечно, и, конечно, мы будем, и живем, и будем жить совсем в другую эпоху, к которой нужно быть готовым, вот я счастлив был с тобой провести это время, и мне кажется, что мы подготовились с тобой еще лучше сейчас, когда меньше. Да, я тебя обнимаю, хотя вот виртуально, в этой плоскости, да, потом будет 3D-экран, а потом придумают обнимание, минуточку, обнимание будет абсолютно. Я все-таки рассчитываю на твой ужин, ты знаешь. Бесконечно. А я тебя приглашаю. Я тебя обнимаю. Спасибо, Емельчик. Будем. Спасибо. Честное. Пока.